МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Самым дорогим среди регионов Центрального федерального округа, за исключением Москвы, минимальный продуктовый набор в феврале оказался в Смоленской области – 3718 рублей 8 копеек. Самым дешевым в Курской – 2965 рублей 60 копеек. В Москве показатель составил 4349 рублей 98 копеек. В среднем по ЦФО – 3720 рублей 81 копейка. По России – 3649 рублей 81 копейка. Напомним, что в январе текущего года минимальный набор продуктов на Смоленщине был также самым дорогим в ЦФО. В начале этой недели в областном центре на маршрут вышел новый низкопольный троллейбус. Он поступил еще в начале месяца в рамках программы «Доступная среда» и уже прошел обкатку. Троллейбус оснащен современным двигателем, который позволяет экономить до 40% электроэнергии. За два месяца текущего года на территории Смоленской области зарегистрировано 9 ДТП с участием несовершеннолетних. Восьми из них дети получили травмы различной степени тяжести. Один ребенок скончался. В связи с этим в нашем городе с 15 по 19 марта проходит профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир». Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям о неукоснительном соблюдении правил перевозки детей. На протяжении всех четырех дней акции инспекторы ДПС будут дежурить в городе. Цель данного мероприятия – недопущение детского травмастизма. В связи с чем водителям нашего города я хотел бы порекомендовать пользоваться креслами для перевозки детей и специальными удерживающими устройствами. За неиспользование детских удерживающих устройств водителям грозит административный штраф в размере трех тысяч рублей. В нашу область пытались ввести 12 тонн недоброкачественной говядины. Было установлено, что груз следовал без необходимых ветеринарных документов, без клейма, а сам автомобиль находился в неудовлетворительном санитарном состоянии. В связи с этими нарушениями груз возвращен отправителю. О криминальной обстановке в нашем городе на минувшей неделе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть ОМВД поступило 100 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них одно сообщение о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 161 административное право нарушения, в том числе и нарушений правил дорожного движения 126. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 20 человек. Продолжаем блок криминальных новостей. Двое мужчин в Вязьме пытались из гранаты сделать устройство для оглушения рыбы. В результате оба погибли от взрыва. По факту смерти проводится доследственная проверка. Трагедия произошла 10 марта. В Росславском районе сгорела баня. Пожар произошел в 9-м часу вечера 12 марта в деревне Старое Курганье. В результате пожара повреждена внутренняя отделка на площади 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Наша природа переживает тяжелые испытания бесснежными зимами. И без того сложную ситуацию усугубляют люди. Отдыхающие жгут костры, захламляют поляны и берега рек, моют в их водах машины. Какие меры принимает Смоленская АЭС и что по этому поводу думают гости города? Десногорское водохранилище – это водоем-охладитель Смоленской атомной станции. На Смоленщине одно из красивейших мест, а поэтому очень популярное для массового отдыха. Здесь много гостей со всех волостей в разное время года. Так его берега выглядят летом. А такая красота обнажается на берегах ранней весной. Повсюду горы мусора. И гости уже тут на пикничке с рыбалкой. Уже накрыт столик с угощением, разбит бивочок, опять костер без правил разведения. А между тем вокруг сухая трава. Только гостей не видно. Ретировались при виде рабочего десанта цехообеспечивающих систем Смоленской АЭС. Каждую весну коллективы цехов атомной станции убирают огромные участки берегов Десногорского водохранилища. Вывозят тонны бытового мусора, который отдыхающие оставляют за собой. Чтобы поддерживать порядок и сохранять экологию вокруг водоема, им приходится возвращаться сюда каждый год. Они уже не верят в сознательность людей и предлагают применять более серьезные меры. Нужны жесткие меры не только в плане предупреждения, но и штатные санкции. Проводить какие-то рейды как органы правоохранительных, рыбоохранительных органов. Но это продолжается постоянно и только лишь совместными усилиями городских властей, станции, Смоленской станции. Мы можем навести порядок и улучшить общую ситуацию в приверженной полосе. К счастью, не все гости так относятся к нашим местам. Водоем хороший, вода чистая, но берега загажены ужасно. Мы мусор за собой всегда увозим, но то, что люди оставляют здесь на берегу, и потом приезжают на это место и сидят в своем говерке. Хотелось бы попроситься к рыбачкам, к нашим коллегам, перестаньте мусорить на водоемах, увозить, пожалуйста, за собой мусор. И мы будем всегда приезжать отдыхать, рыбачить и наслаждаться видами, чистыми берегами. Мы не устаем повторять. У нас всегда рады гостям. Но большая просьба ко всем. Расставаясь с этими прекрасными местами, оставляйте их в таком виде, чтобы было не стыдно сюда вернуться. В 2016 году на Смоленщине планируется высадить 3,8 миллиона штук сеянцев ели. Именно столько не хватает посадочного материала мелкохвойных пород для лесовосстановительных работ. Похожая ситуация и в соседних областях – Московской, Рязанской, Костромской, Тверской и Ярославской. Литературно-музыкальную постановку с поэтическим названием «От звуки Серебряного века» педагоги и выпускники 4-й школы готовили больше двух месяцев. Светлана Токарева написала сценарий. Ребята провели большую подготовительную работу. Собирали реквизит, рисовали афиши и эмблему. А собранное имя галерея состоит из 40 портретов и картин. О том, как прошла премьера в нашем сюжете. Современные дети тонко прочувствовали все грани поэзии. Их артистические способности раскрылись при чтении стихов поэтов Серебряного века. Со сцены звучали стихи Евтушенко, Есенина, Маяковского, Гумилёва, Ахматовой, Северянина, Блока. Я заключил миры в едином зоре. Я – властелин. Я в этот мир пришёл, чтобы видеть солнце. А если день погас, я буду петь. Я буду петь о солнце. Ведь смертный час. Юные артисты умело перевоплощались, а педагоги им в этом помогали. Елена Парамонова занималась с танцевальными парами и сама исполнила роман с пуаре. А в исполнении Аллы Калагановой, заместителя директора по воспитательной работе, прозвучал роман с на стихи Цветаевой. Все вместе – актёры и гости в зале, взрослые и дети. Затаив дыхание, прислушивались к музыке XX века. А он был разным – громовым и тихим, яростным и нежным, страстным и одиноким. Встреча в музыкальной гостиной четвёртой школы получилась трогательной и полезной, особенно для детей. В регионе начинают готовиться к купальному сезону. Всего в этом году планируется открыть 48 пляжей. 41 из них – муниципальные. Семь находятся в частных руках, а четыре пляжа принадлежат детским оздоровительным учреждениям. В мае водолазы обследуют и очистят дно прибрежных акваторий пляжей, а затем приступят к техническому освидетельствованию. 11 марта на финале конкурса «Красоты в Рославле» выбрали новую «Мисс-2016». Ею стала Александра Перегудова. Всем финалисткам, а их было восемь, вручены призы от спонсоров конкурса. 23 марта в городском центре «Досуга» состоится торжественное открытие недели детской книги. Пусть книга будет праздником для вас. Начало в 13 часов 30 минут. Организаторы встречи приглашают десногорцев и гостей города. 15 марта в выставочном зале историко-краеведческого музея открылась выставка «Соседи по планете», на которой представлены работы фотографа-анималиста Андрея Гудкова. Подробности в нашем репортаже. В Десногорск экспозиция прибыла из Смоленского выставочного культурного центра имени Тенишевых. На выставке представлено более 40 уникальных фотографий животных в естественной среде обитания. Здесь можно увидеть редкие и завораживающие красотой кадры, которые позволяют заглянуть в мир, скрытый от посторонних глаз густым пологом джунглей Заира и Конга. Уникальные кадры перенесут зрителя в Центрально-Африканскую республику и Индонезию, Полярную Канаду и Аляску, а также позволяют стать свидетелем грандиозного шоу большой миграции в Кении. Выставка интересна тем, что вообще-то работал мастер, это видно, что мастер работал. Дальше вот из всех, то есть видно, что он был в очень интересных местах. У нас на улице солнце, а сюда заходишь сразу Африка, Америка, сразу насыщенность цвета, вот это вот движение. И у фотохудожника чувствуется, что вот он любит динамику. При первом взгляде, да, как входишь сюда, видишь абсолютно живой, яркий взгляд художников на живую природу, да, на окружающий нас мир. И что особенно приятно, вот я как зритель, как мама, как женщина вижу то, что это очень важно, что сейчас очень важно в современном мире, это забота об окружающем мире, об экологии и, естественно, о природе. Животные потрясающие, кадры потрясающие. Фотохудожник известный в стране, поэтому я с удовольствием пришел на эту выставку. И всегда надо учиться, какой бы ты мастер ни был на этот период, всегда есть чему поучиться у других. И я всем советую обязательно посетить эту выставку, посмотреть. Андрей Гудков – путешественник, фотограф, анималист, журналист и биолог. Его работы не раз побеждали на крупнейших международных фотоконкурсах. Вместе с Андреем Гудковым работает целая команда творческая, они ему всегда помогают. И бывали и такие опасные моменты, насколько я знаю, когда в жизни фотографа угрожала опасность, его практически затаскивали обратно в автомобиль, чтобы хищник не причинил ему вреда. Эта выставка ориентирована на широкий круг зрителей и интересна как взрослым, так и детям. В нашем городе экспозиция пробудет до апреля. Выставочный зал работает с понедельника по субботу с 10 до 19. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok